Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Мы продолжаем проект Камчатка день за днём. В рамках этого проекта я один раз в неделю на материалах публикаций газет полуострова рассказываю, что в эти дни происходило и в столице Камчатского края, тогдашней Камчатской области, и вообще на территории всего полуострова. Сегодняшний выпуск посвящён событиям, которые происходили с 7 по 13 января в разные годы. Приступим к нашим играм. 1947 год. 7 января. Газета «Камчатская правда». Единодушное решение звероводов острова Беринга. По радио в редакцию газеты была передана вот такая вот информация. Здесь состоялось общее собрание рабочих и служащих командорского зверосовхоза по выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР. На собрании присутствовал весь коллектив совхоза. Первым берёт слово директор совхоза товарищ Панов. Я предлагаю, говорит он, выдвинуть первым кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР, великого вождя и учителя советского народа, нашего дорогого и любимого товарища Сталина. В зале раздаются громкие аплодисменты. Овация в честь Творца Великих Побед нашего народа, товарища Сталина. Ну что ещё можно было ждать от великой алиутской цивилизации? Только слепого безмозглого преклонения перед палачом. На трибуне плановик Андрей Александрович Перлатов. Он вносит предложение выставить кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по избирательному округу номер 175 от коллектива рабочих и служащих совхоза лучшего рыбака Камчатки, бригадира морского невода комбината имени Микояна, товарища Матвиенко Алексея Дорофеевича. Предложение товарища Перлатова поддерживают в своих выступлениях организаторы зверового промысла товарищей Зайков и Королёв. Они призывают всех избирателей совхоза в день выборов отдать свои голоса за верного сына нашей Родины, товарища Матвиенко. День следующий. День 8-й первого месяца 1949 года. Та же самая газета «Камчатская правда». Городской культпросветотдел не помогает сельским избачам. Сделать избучитальную центром культурно-просветительной работы на селе, создать коллектив художественной самодеятельности, организовать лекторский актив из числа местной интеллигенции «Прямой долг каждого избача», пишет газета. Однако многие заведующие избами-читальными Петропавловского района не находят в себе дела. Бездействует, например, избач товарищ Гук из села Халактырка. Между тем, для плодотворной работы здесь имеются все условия. Изба-читальня хорошо оборудована, в ней всегда тепло, чисто. Жители села приходят вечером, посидят, поговорят между собой и расходятся ни с чем. Лекции и доклады в избе-читальне никогда не бывают. Громкие читки газет не проводятся. Нет здесь настольных игр, библиотечки. Нет даже радио. Пропускаем немного и читаем дальше. К сожалению, такое положение не только в Халактырке, но и в других селах. В селе Елизово помещение клуба давно не ремонтировалось. В селе Хутор изба-читальня не оборудована. Нечего говорить об отдаленных селах района Малки и Ганалы. Почти все избы-читальни не обеспечены культ-инвентарем. Следующий день. 9 января 1935 год. И снова газета «Камчатская правда». Журналист Каргопольцев пишет. «Овачинцы делом помогают пушнозаготовкам. Рабочие овачинского рыбкомбината взяли шефство над охотниками Вилюйского колхоза. Овачинский рыбкомбинат по деловому взялся за оказание практической помощи пушным заготовкам. По инициативе партийной организации рабочих рыбкомбинатов взято шефство над охотниками Вилюйского колхоза. К охотникам в хребты въезжал специальный уполномоченный. Товарищ Апанаскевич для закрепления шефства и доставки им последних номеров «Камчатской правды», «Камчатского комсомольца», «Центральных газет» и «Новой художественной литературы». В селе Вилюй организована подвозка сена и дров к домам охотников-колхозников, которые находятся в хребтах на охоте. Для обшивки лыж выделено более 20 штук нерпичьих шкур, часть из которых направлена также охотникам Мильковского района. Это точно. Напомним, что село Вилюй находилось на противоположной стороне Овачинской губы. Примерно там, где сейчас находится город Вилючинск. И в селе Вилюй находился колхоз «Рыболовецкая артель», которая сдавала рыбу в Петропавловск. Поэтому Овачинский рыбкомбинат и помогал таким образом своим подшефным. Десятый день января, год 1942. «Камчатская правда». Консультант горкома ВКПБ Теттина пишет, что в одни Великой Отечественной войны советского народа против германских захватчиков организации МОПРА также помогают в создании мощного фонда обороны страны. Собирают теплые вещи, содействуют строительству вооружения, помогают советскому населению, освобожденному от фашистского плена, шефствуют над госпиталями. На новогодние подарки героическим защитникам Родины пишет госпожа Теттина. МОПРА в Цикамчатской области собрали свыше 35 тысяч рублей. В городе хорошо работает. Ячейка МОПР конторы связи, где председателем товарищ Барабанов. Здесь собрано 407 рублей на приобретение теплой одежды для Красной Армии. 131 рубль на строительство звена самолёта в Хабаровский комсомол. Всего в фонда обороны, пишет госпожа Теттина, консультант горкома ВКПБ. Эта ячейка собрала более трёх тысяч рублей. 11 января 1948 года и снова Камчатская правда. В чайной на судоверфи нет порядка, пишет газета. За столом чайной Камчатторга в посёлке Индустриальном. Можно просидеть полчаса, час и не дождаться официантки. Посетитель может в это время видеть, как буфетчик отпускает продукты чёрным ходом. Наконец, у него не хватает терпения. Когда же меня обслужите? Я занята и нет посуды, спокойно отвечают ему. Немытая же посуда стоит на столах, а официантки занимаются посторонними разговорами. Где ваш заведующий, спрашивает клиент? Он только что вышел. А где книга жалоб? Книга жалоб у заведующего. Подождав немного, клиент уходит. Бывают случаи, когда официантки не додадут одно из блюд или сдачу. И в таких случаях жалобы бесполезны. Автор заметки Лихман задаёт вопрос. Думают ли руководители Камчатторга обратить внимание на безответственную работу заведующего Чайной Цыганковича? Это была газета «Камчатская правда», 11-й день января 1948 года. Надоела «Камчатская правда»? Хорошо. Возьмём другую газету. Возьмём газету «Полярная звезда», 12 января 1923 года. Две маленькие заметки в разделе «Хроника». Граждане селения Ночики Новограблинов, Никольский, Новограблинов, Уваровский, Бурнашев выражают искреннюю признательность фирме «Фукуда Гуми» за её помощь в необходимом продовольствии во время хозяйничания на Камчатке белых банд. И второе сообщение. Фирмой «Виттенберг» и компания 6 января роздано свыше 400 подарков. Конфект детям города Петропавловска по случаю праздника Рождества. И последняя газетная публикация, которую мы прочитаем сегодня, это 1946 год, вновь газета «Камчатская правда», 13 день января. Стихотворение. Стихотворение Юрия Иванова «Родина моя». Тот, кто на Камчатке жил, любит море бурное, любит необъятные снежные края. Эти сопки синие, эту даль туманную, эту стынь полярную не любить нельзя. Пролетает свежий ветер, туга крылы, напоённый бодростью, сеющий задор, мчит по побережью непокорной силой, гнёт к земле берёзы по ущельям гор. На мылан охотник смотрит вдаль прищурена. Говорит уверенно, гордость не тая. Эти сопки синие, это море бурное, это стынь полярная, родина моя. Стихотворение Ивана Мадоннова «Письмо к любимой». Скоро нам не повстречаться в роще над рекой, я святой земли Камчатской зоркой часовой. Надо мною пронесётся резкий ветер вдаль, ровный свет луны прольётся на морской хрусталь. Вспыхнут яркие зорницы золотом огней, снежный иней на ресницы упадёт светвей, ляжет белая пороша дорогим ковром. Верю, помнишь, друг хороший обо мне, живом. Я приеду, будет вечер радостный такой, обниму тебя при встрече ласковой рукой. Третий автор Анатолий Гончаров Стихотворение «На лыжи» Ветерок с налёта лижет белоснежные наряды. Эй, товарищ, встань на лыжи, полетим с тобой рядом по пушистому раздолью, по приволью голубому. Ничего, что вьюга в поле встретит, нас вдали от дома. Распахнём навстречу далям радость молодости звонкой. Жми, мой друг, на все педали, так, чтобы ветер пел вдогонку. Ах, постой же, что такое? Мы летим на крыльях, что ли? Почему нас только двое на лыжне в лазурном поле? Ветерок с угробой лижет по простору голубому. Кто ещё не встал на лыжи? Выходи скорее из дому. Три стихотворения. 13 января 46-го года, газета «Камчатская правда» ни одно из стихотворений не имеет ни малейших литературных достоинств. Чуть-чуть бойковатый, чуть-чуть гладенький стишок, с малейшим отсутствием мысли. Так. Бойкая графомания. Это был проект «Камчатка. День за днём» в рамках моего видеодневничка «Камчатка с Александром Петровым». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится, когда я читаю вам старые газеты, пишите комментарии. И, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации, которые вы видите в правом нижнем углу кадра. До свидания. Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok